Здравствуйте! Это программа «Новосибирск. Код города». Поговорим о событиях недели и том, как эти события отзывутся в жизни города и горожан в сегодняшнем выпуске. Переход на цифровое телевидение вот-вот произойдет. Волонтеры приходят на помощь в настройке сложного оборудования. Новосибирские школьники-инноваторы придумывают проекты для родного города. Начинаются школьные каникулы. Какие возможности дает льготная путевка? Новосибирский центр по проблемам домашних животных сам стал проблемой, расколовшей мнение горожан. В копилке обсуждения судьбы предприятия, занимающегося отловом бродячих собак и кошек, уже есть митинг, несколько горячих обсуждений в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и выезды с зоозащитниками на предприятие. Камень преткновения – принципы работы предприятия. Зоозащитники предлагают такую схему – отлов, лечение, стерилизация, чипирование – это когда каждой собаке вживляется электронная метка, а затем выпуск в естественную среду, то есть обратно в город. При такой схеме животные прекращают бесконтрольно размножаться, живут, как жили на улицах, стареют и умирают счастливыми. Второй подход, который действовал раньше – это изъятие бездомных собак из городской среды. Лечение, передержка, попытка пристроить добрые руки. И если такая попытка не увенчалась успехом – усыпление животного. В каждом из подходов есть серьезные проблемы. В первом случае существует долгий период, когда стаи бездомных собак будут концентрироваться в особо хлебных местах. Во втором – моральная ответственность за смерть невинных животных. Правда, ответственность эта наступает де-факто не на этапе эвтаназии в центре, а в тот момент, когда владелец собаки выкидывает ее на улицу. Разумеется, гуманный подход, который более приемлем, требует намного больше ресурсов. И предприятие при таком подходе должно превратиться в большой медцентр для бродячих животных. Есть энтузиасты, которые сегодня содержат частные собачьи приюты. Есть люди, готовые тратить силы и средства на внедрение этого способа. Но кроме зоозащитников есть те, кто беспокоится о безопасности. И для них неприемлемо наличие беспризорных собак, например, рядом с детской площадкой. Как бы ни критиковали антигуманный центр зоозащитники, он до сих пор обеспечивал безопасность новосибирцев. Предприятия, подобные центру, есть не в каждом городе. И там, где их нет, проблема со стаями беспризорных собак критическая. Новая норма в федеральном законодательстве запретила усыплять животных и требует после стерилизации выпускать их обратно на улицы города. Если через какое-то время собака, даже не агрессивная, окажется снова на территории дома, откуда ее увезли пару недель назад, это вряд ли понравится, например, родителям маленьких детей. Город — это концентрация различных интересов. И нужно исходить из того, что интересы большинства должны преобладать. Власти в диалоге с общественниками предстоит найти экономически эффективный, гуманный и безопасный способ решения проблемы бродячих животных. С 3 июня наш регион в числе многих других переходит на цифровое телевещание. Старые телевизоры принимать сигнал уже не смогут. Новое оборудование нуждающимся помогают не только приобретать, но и осваивать. Бесплатно настраивают специальную телеприставку «Волонтеры из районных администраций». Добровольцы приходят на дом к пожилым людям и инвалидам. Счет пошел на десятки заявок в день. В работу цифровых волонтеров погрузилась Александра Медведенко. Это рубрика «Погружение». И сегодня мы посмотрим на работу цифровых волонтеров. Здравствуйте. А вы знаете, как поменяется качество у вас в связи с цифровым телевидением? Ну, говорят, что поменяется, но как сделают, будем видеть. Я смотрю до двух часов ночи Соловьева. Говорю, что всегда его смотрю и надо мной знакомый подсмеивается, говорит, нашла любовника до двух часов ночи, а она без Соловьева спать не ложится. На сегодня у нас в районе 21 человек волонтеров. Это и взрослые люди, это и ребята старше 18 лет. Всего у нас за этот период времени поступило 104 заявки от населения. Это в основном люди пожилого возраста, которые, приобретая приставки, естественно, не знают, как правильно подключить. Подключаем цифровую приставку через Тюльпан. Здесь приставка стандартная. Телевизор, конечно, постарее, но работать, думаю, будет хорошо. В инструкции все достаточно просто описано. А я инструкции читать не умею, я слепая. По новостям увидели, что требуются волонтеры, что они не успевают подключаться все к цифровому телевидению, и мы как-то обратились в администрацию, решили помочь. Нам адреса дают, мы говорим, что с такого, по такое-то время мы можем прийти. Все, приходим, как бы настраиваем, все. Соглашение на безвозмездной благотворительной помощи заключается между волонтером и человеком, который вызывал нас. То есть это то, что вы делаете бесплатно? Да, бесплатно, да. Я как Соловьева в него влюблюсь, буду каждый день его вызывать. Сначала включаем телевизор. Ну, вы же пользуетесь телевизором, правильно? Вот, нажимаем, ну, как обычно, вы включаете телевизор. Сейчас телевизор включится. Видите, ряд. И ничего там нет. Да, смотрите, вот у вас пульт второй. Нажимаете красную кнопку, нажимаете. Направляете на телевизор, нажимаете красную кнопку. Так, вот, все. Теперь у вас появляются каналы. Включу, вы можете, в принципе, полистать каналы. Как их листать? Вот, это вперед, уложу назад. Переход на цифровое вещание может стать поводом для мошенников, которые хотят попасть в квартиры, одиноких пожилых людей. Поэтому прежде чем пускать на порог своей квартиры цифровых волонтеров, обязательно проверьте у них наличие удостоверения, а также дождитесь звонка из администрации. Обращаю внимание, что цифровые волонтеры работают абсолютно бесплатно. В обязательном порядке мы делаем предварительный звонок, потому что мы должны познакомиться с этим человеком, объяснить, кто приходит, сколько человек придет, один волонтер, два волонтера, проговорить время. То есть без предварительного звонка мы к жителям не заходим. Обязательно есть удостоверение, на котором написаны координаты данного волонтера. Фамилия волонтера проговаривается по телефону человеку, подавшему заявку. Также определенные категории граждан могут получить компенсацию за уже купленное оборудование. Это инвалиды, малоимущие семьи и также участники Великой Отечественной войны. Для этого вам необходимо обратиться в администрацию вашего района. Какой транспорт нужен Новосибирску и как развивать имеющийся? Эти важные для города и жителей вопросы вместе обсудили общественники, перевозчики и представители мэрии. Ставку, и ненагласно подтверждают эксперты, нужно делать на электрический общественный транспорт. Впрочем, и автомобилисты не должны быть забыты. О развитии парковок в центре, новшествах, пассажирских перевозках, ренессансе трамвая и магистралях к новым микрорайонам расскажет Александр Сульдин. Участок на Титово 675 метров между улицами Бийска и Заозерная, 4 полосы, практически готов к сдаче. Движение по нему откроют 19 июня. На данном маршруте только один трамвай выручает. Если будет дорога, я думаю, пустят, наверное, автобусы, будет легче уехать. И мы очень рады, что вот такая красивая, замечательная дорога у нас здесь. Скоро будет. Ну тут, наверное, прям оценивали, уже люди ходят, интересуются, да, как она. Даже ссылки делают. Значит, нравится людям, всем нравится, все довольны. Эту дорогу по улице Титово построили на болоте. Для того, чтобы она простояла долго, пришлось разработать целую систему водоотведения. Сложные проекты, большие затраты. Огромный объем работ – это не дань моде, это необходимость. Новостройкам нужны удобные подъездные пути. И город принимает этот вызов. Помимо Титово, работы продолжатся на улицах Георгия Коланды, Мясниковой и Фадеева, путях к микрорайонам Родники и Снегири. Главный вызов на ближайшие годы – сделать весь город удобным для передвижения. Принцип управления Новосибирском – ни одного важного решения, без учета мнения горожан, не принимают. Дорожники с общественниками вместе обсуждают, как сделать город комфортным для пассажиров, водителей и пешеходов. Автодороги ремонтировать и строить продолжат. В частности, говорили о долгосрочной программе участия в городе. В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в его рамках впервые приступают к реконструкции трех въездов в город. Однако в будущем основой транспортной системы станут рельсы. В условиях вот такого взрывного тоже наращивания количества подвижных единиц в городе Новосибирске, которых уже вот с трудом, с трудом выдерживает наш транспортный каркас, такое количество, такую плотность движения, выходит на первое место рельсовый транспортный каркас. Когда говорят, ну что там трамвай, трамвай это плохо, он же медленно движется. Ну, вы извините, вы можете в комфорте в пробке стоять часами в пробке, где-то на перекрестке или на проспекте. А трамвай со скоростью 30 км в час очень даже уверенно по расписанию будет двигаться. К тому же создание трамвайных путей гораздо дешевле, чем возведение станции, тоннелей, подземки. Поэтому трамвай снова отвоевывает место на дорогах. Активно действует линия на чистую слободу, построенная впервые за долгие годы. Новосибирске собственными силами модернизируют вагоны. В ближайших планах еще одна линия от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Нужно, во-первых, реконструировать существующие пути так, чтобы он ехал обособленно, выделено от общего потока транспорта. Это, наверное, первая и главная проблема. То есть наша задача номер один – это повысить функционал существующих линий, особенно тех, которые идут к станциям метро. Создать очень удобные транспортно-пересадочные узлы метро-трамвай. Первое. Вторая проблема, конечно, достроить существующие трамвайные линии до бурно развивающихся жилых массивов. Это и Плющихинский, это и продолжение на Чистую Слободу, это и родники Снегири, и Матрешкин двор в перспективе и улучшение Затулинского массива. Еще одна задача – переход на новую систему оплаты услуг перевозчиков. Транспортные компании будут работать по муниципальному заказу, а деньги получать за количество рейсов. Горожане уже в этом году смогут оценить новый подход. Его протестируют на одном из маршрутов общественного транспорта. Новые технологии приживаются не только в персональной электронике. В жизни города уже много сфер, где цифровизация включилась в работу. На сложных перекрестках работают умные светофоры, которые отслеживают поток машин и регулируют загруженность дороги. Улицы освещают светодиодные фонари, умные камеры следят за безопасностью. Список можно продолжать. К инновациям для городского хозяйства подключились и школьники. Сделать что-то полезное самые юные разработчики хотят, чтобы жить в родном городе было комфортнее и безопаснее. Об одном из таких ребят – наш следующий материал. 11-классник Роман Потемин показывает, пройти через школьный турникет сейчас можно только по пластиковой карте. Но он уже работает над новой системой. Учеников в лице будет узнавать и пропускать камера, чтобы забытая карта не мешала учебе. Нейросеть, которая преобразует каждое лицо в векторе 128 элементов, и мы сравниваем данное лицо с лицами в базе данных. У нас есть порог, который был подобран эмпирически, который дает достаточно большую точность распознавания. Это и позволяет сравнивать лица. Работы хватает не только для программиста. Нужно создать базу данных и учеников, и учителей, и родителей. И обновлять исходные фотографии по мере взросления школьников. Необходимое оборудование для старта проекта собирают прямо в классе. Основной сутью является задача реализации системы контроля. Наш микрокомпьютер, техническое зрение с камеры, чтобы он распознавал. И для прототипов, получается, можно будет его напечатать полностью. Маленький турникет, чтобы он вращался, в зависимости от того, действительно все работает или нет. Помогают реализовать себя не только на уроках, контрольных и экзаменах, но и в полезной практической деятельности. Не только 3D-принтеры, лаборатории и инженерные конструкторы. Будущих активных и инициативных новосибирцев помогает растить особый подход преподавателей. Множество возможностей для того, чтобы попробовать себя в разных направлениях. Это и творчество, и спорт, и инженерное направление, и IT-направление. И таким образом ребята уже по индивидуальной образовательной траектории к 10-му классу, к 11-му классу достигают достаточно высоких результатов на международных, всероссийских и региональных уровнях. Весной Роман уже презентовал свою программу на городском форуме школьников. Дорабатывает нюансы и демонстрирует таким же увлеченным программированием сверстникам на Хакатоне при тех университете. В мое лицо есть в базе данных, я подхожу, и меня распознал и допустил. Если к камере подойду я, то у меня, конечно, в базе данных нет, поэтому в школу я пройти не смогу. Роман утверждает, что ни смена прически, ни сережка в носу, ни резкое похудение не помешают камере узнать человека из базы. Система основывается на неповторимых параметрах и пропорциях человеческого лица. Подобную систему уже разрабатывают в банках, например, чтобы определять владельца карты без пин-кода по фотографии. Эксперимент Романа пока ограничивается стенами школы, но в случае успеха он будет полезен в любых организациях с пропускным режимом. С началом календарного лета начались и школьные каникулы. Желающих отдохнуть в детском лагере с каждым годом все больше. В этом почти 14 тысяч ребят. Приобрести путевку по доступной цене помогают субсидии от мэрии. Количество льготных путевок более 7 тысяч штук. Муниципалитет возмещает родителям 5 тысяч рублей от их стоимости. У родителей, пришедших за путевками, мы спросили, чем привлекателен такой вид детского отдыха и сложно ли отправить ребенка в загородный лагерь. Старшие восторги, ну, во-первых, это общение, это не просто сидеть дома, погулять, да, это какая-то занятость, различные мероприятия. Мои дети не любят просто так валяться на диване, им хочется чем-то заниматься. Лагерь как раз-таки это то место, где можно и развиваться, и общаться, и в том числе оздоравливаться. Для общего развития, чтобы знакомился новый знакомый, новое общение, какие-то кружки, чтобы ребенок больше познавался, себя. Честно, за два последних дня мы прибежали, узнали, что есть первое число отъезд в лагерь «Березки». Вот пытаемся, сейчас посмотрим, насколько это реально и получится или нет. Лагерь, потому что традиция. В деревне неохота. Дома? Дома тоже неохота сидеть. Дача тоже неохота. Там что будет? Пограммы, новые друзья, вожатые, знакомства новые. Там вожатые с душой подходят, ребенок приехал после недельного отдыха в восторге, хочет туда еще раз. Сейчас она едет в Тимуровец еще на неделю. Мне нравится, что дети всегда чем-то заняты, то есть у них абсолютно организована вся программа, им интересно, они едут с удовольствием, то есть мы ждем этого периода. Соответственно, и питание, и оздоровление тоже мне нравится, что там есть возможность получить санаторное лечение. На этом все. С вами был Иван Конобеев. Смотрите еженедельную программу «Новосибирск. Код. Города». А также следите за событиями дня на сайте Новосибирские новости. До встречи. Новосибирск.